Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александра Александровна Балыбердина. Я руководитель вокального ансамбля «Ремикс». И сегодня я бы хотела с вами поговорить на тему вокальной музыки. Как известно, музыка сопровождает человека всю его жизнь. Она необычайно разнообразна, как разнообразное искусство, частью которого является музыка. Если для того, чтобы создать свое произведение, художник берет кисть и краски, писатель берет бумагу и чернила, то музыкант для этого использует звуки и инструменты. А самый древний музыкальный инструмент – это голос. Говоря языком науки, вокальная музыка – это музыка, в которой голос главенствует или равноправен с инструментами, сопровождением или акапеллом. Только люди используют голос и песни для того, чтобы выразить свои эмоции, свои чувства, свои переживания, и поют для того, чтобы быть услышанными. При этом каждый человек обладает своим уникальным голосом. У каждого человека есть свой особенный тембр, который дан как раз от рождения. У одних он высокий, у кого-то он резкий, у кого-то преобладают низкие ноты. Но, опять-таки, песни благодаря этому получаются разные, интересные. И каждый раз голос и песни могут рассказать о человеке. Какой он? Не случайно голос называют звучащим портретом и опытному слушателю для того, чтобы узнать, что вы за человек. Порой достаточно услышать, как звучит ваш голос, как и какие песни вы поете. А сейчас мы поговорим с вами как раз-таки о голосе. Что же такое голос? Голос. Голос – это понятие включает в себя очень-очень-очень многое. Но начнем с основы. Голосовой аппарат. Да? Голос. Голосовой аппарат. Основа его – это дыхание. Какие у нас бывают виды дыхания? Ключичное – когда мы дышим, плечи поджимаем. Грудное – когда идет во время вдоха грудная клетка вперед. Диафрагмально-межреберное – когда у нас двигается живот, грудная клетка и плечи у нас не двигаются, и расширяется нижняя часть ребер. И также брюшное – когда двигается только нижняя часть живота. Вот эта часть. Так вот. Когда мы поем, обязательно используем диафрагмально-межреберное дыхание. Как проще можно еще об этом сказать? Диафрагма – мы ее не можем почувствовать. Мы можем предположительно представить, где она же у нас находится, что это такое, но ее почувствовать мы, к сожалению, не можем. Поэтому, чтобы понять, что вы правильно дышите во время пения, нужно поставить руки на нижнюю часть ребер грудной клетки. Чувствуем. И во время вдоха у нас будут они расширяться. Например, так. Или мы можем лечь, делаем вдох. И во время вдоха нам все прекрасно видно, что же у нас идет вверх – грудь, плечи или все-таки живот. Так вот, запомните, что когда мы поем, обязательно контролируем этот процесс. Но потом можно к этому привыкнуть. Но для начала мы должны очень концентрироваться на этом моменте. Так вот, нижняя часть грудной клетки, она у нас расширяется, живот идет вперед, полный живот, да? И во время выдоха у нас все возвращается обратно. Это и есть певческое дыхание. Также про голосовой аппарат можно сказать, что он состоит у нас из дыхательного аппарата. А это легкие, бронхи, дальше трахея, голосовые связки, гортань. Также к голосовым связкам и гортани у нас есть черповидные хрящи, щитовидные хрящи, которые как раз-таки бывают ярко выражены. И уже после у нас идет гортань, и дальше у нас идет артикуляционный аппарат. Но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Когда мы занимаемся вокалом, когда мы тренируемся, мы начинаем всегда с дыхания, чтобы было правильное дыхание. Ведь благодаря опоре, на которую мы будем ставить наш звук, благодаря как раз-таки диафрагме и расширению нижней части ребер, у нас и будет правильный звук. У нас не будут уставать голосовые связки. Наверное, кто-то замечал, что когда мы поем или много разговариваем, у нас есть такая тяжесть, нам тяжело становится, голос начинает уже хрипеть, что-то непонятное начинает происходить, а потом уходим дня два или даже неделю без голоса, и не знаем, как его восстановить. Так вот, это бывает только тогда, когда мы говорим или поем не на опоре. Что же такое опора? Это правильное дыхание, которое у нас работает по принципу поршня. То есть, или, допустим, можно представить чайничек, как френч-пресс. Когда мы берем, и во время дыхания у нас опускается диафрагма, и мы ставим звук на нее. Это все равно как фундамент для дома. Но об этом уже может рассказать педагог, уже лично показать. Об этом тоже могу рассказать я. Я должна уже видеть лично ученика, следить за ним, как он дышит, как у него двигается живот, как расширяются ребра. Обязательно, когда мы занимаемся вокалом, должен быть контакт. Потому что просто так посмотреть, я, конечно, могу что-то понять, но мне надо еще, чтобы человек, который занимается, тоже чувствовал себя, понимал, анализировал. Поэтому это тоже неотъемлемая часть правильного пения. Это опора. Также после опоры, можно отметить, после занятий именно дыханием, мы разминаем артикуляционный аппарат. Пара упражнений для того, чтобы размять наш артикуляционный аппарат. Например. Так, раз 10-15, и вы уже почувствуете легкую усталость. Вот здесь зато потом будут вот такие вот прекрасные щечки и такие же ямочки. И дальше можно сделать такое упражнение. Да, мы разминаем. Ну и мое самое любимое упражнение, это всем знакомы с детства, очень весело, очень забавно. И все эти упражнения мы делаем перед зеркалом, чтобы себя видеть, себя анализировать. Правильно мы сильно улыбаемся, зубы видно, или мы стесняемся, или нам очень смешно. Это очень здорово. Правда, это можно делать дома. Также можно читать скороговорки, которые, возможно, забыты с детства, которые давно не вспоминали. Можно с родными, с детьми. Кто больше перескороговорит. Это очень круто. И можно дома пробовать. Тем более сейчас. Надо даже обязательно это делать. Также есть такие упражнения, как птку-птку-птку-птку-птку-птку-птка-птка-птка-птка-птка. Такие сложные буквенные сочетания, да? Это всё мы делаем тоже на занятиях, и это вы можете дома попробовать. А сейчас, к самому интересному, это распевки. Что же такое распевки? Звучит интересно. Распевки — это как раз-таки идёт разогрев наших голосовых связок. Как он происходит? Первые у нас идут распевки на занятиях всегда вибрационные. Или р-р-р-р-р-р-р. Все эти распевки нам нужны для того, чтобы связки, если так можно сказать, что связки поняли, что мы их включаем в работу. Когда человек не пел, и потом начинает резко петь, это может плохо сказаться на, опять-таки, нашем здоровье, на здоровье связок. Поэтому мы должны правильно к разогреву подойти, к этому моменту, очень важному. Я всегда сравниваю это как с растяжкой. Допустим, если не разогреть наши мышцы, да, и сесть сразу на шпагат, если ты, конечно, потом встанешь, то потом, на следующий день, будет не очень хорошо. Будет всё болеть, будет неприятные ощущения. Так вот, для того, чтобы их не было, нам надо разогреваться, нам надо распиваться, опять-таки, да, так же, как и перед растяжкой. И это всё мы тоже можем делать дома. Можно ходить, мыть посуду, или просто при поднятом настроении и делать так. Да? Или как можно с детьми играть, как машинка заводится. Причём мы чувствуем, что у нас гортань на букву У открывается. Можете дома тоже попробовать, это очень здорово. И после распева, конечно же, мы начинаем петь, мы начинаем голосить, мы начинаем раскрывать наш голос в самых красивых его красках, в самых красивых каких-то моментах. И опять-таки, я уже говорила, что песни бывают разные. Песни бывают медленные, как колыбельные, спокойные, а бывают мощные. И, конечно, песни мы подбираем под своё настроение, под своё состояние. Даже бывает, подбираем, вот солнышко нет, сразу же, какое настроение? Настроение не очень. Но и такие, и такие песни есть, это очень здорово, что есть много жанров, которые можно всё попробовать, можно разные жанры попробовать, разные направления, разные виды. И это действительно тоже очень здорово. Поэтому обязательно пойте, обязательно занимайтесь этим, обязательно не забудьте про дыхание. Значит, давайте повторим про этапы. Первое. Можно подышать дома, чисто даже ради эксперимента. мы дышим, смотрим, что у нас должно не двигаться, что у нас должно двигаться, вспоминаем. Также после дыхания можно размяться, поговорить с короговорки, можно потереть щёчки, поделать разные упражнения. Это очень полезно для здоровья. Поэтому и для красоты лица, и для молодости это всё очень полезно. После этого мы начинаем по брукам, по рыкам. Также, конечно, если на занятиях есть распевки разные. Есть распевки, как говорится, на разные группы мышц. Есть на растягивание диапазона, есть просто на развитие гибкости голоса, есть на мелодику, есть на артикуляционные сложности. Такие распевки, как дуби-дуби-дуби-дуби-ду или лё-ли-лё-ли-лё-ли-лё. Чем чаще их повторяешь, тем сложнее. Или всем известная песня. А все бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут-бегут. Попробуйте тоже дома. Интересно, получится или нет? Потому что у меня получалось не с первого раза. Я очень долго тренировалась, чтобы бикут-бикут-бикут-бикут-бикут-бикут-бикут-бикут-бикут. Надо не зажимать челюсть, Попробуйте дома Если у кого-то получится, ставьте плюсик под видео Это будет очень интересно И, конечно же, после наших распевок После можно помучать В какую-нибудь мелодию уходим, поём Или в душе, помучали Там великолепная акустика И после этого можем петь И вообще, друзья, пойте Пение — это залог здоровья На самом деле, когда мы поём Наш организм получает просто массу положительных эмоций Он включается в работу Настроение сразу же лучше И помните, что петь может каждый человек Что голос есть абсолютно у каждого человека Надо только им научиться правильно пользоваться Для того, чтобы научиться им пользоваться Я вас приглашаю на занятия В наш любимый дом культуры Заречный Я буду очень рада вас видеть Очень буду рада всё ещё побольше рассказать Побольше с вами поделиться И помните, что музыка спасёт мир Спасибо Спасибо